В курсе происходящего. Меня зовут Алмаз Ашим. Здравствуйте. В Женоузене по факту взрыва в жилом доме начато досудебное расследование. На месте работает межведомственная комиссия. Прокуратурой создана следственная оперативная группа. Сейчас все люди извлечены из-под обломков. Погибли 4 человека. Трехлетняя девочка, мужчина и две женщины. В медпомощи нуждались 14 человек. Пятерых госпитализировали в Женоузенскую городскую больницу. Люди получают лечение в отделениях травматологии, реанимации и интенсивной терапии. Одного пациента с санавиации отправили в Актау. Напомню, сегодня утром во втором микрорайоне города Женоузен произошел взрыв. Разрушен подъезд двухэтажного дома. Специалисты продолжают разбирать завалы. Сначала думали, что взорвался газовый баллон. Однако после проверки специалистов стало ясно, что скорее всего это был взрыв газовой смеси. В настоящее время ведомственная комиссия занимается выяснением причин и обстоятельств взрыва. 17 пострадавших, из них четверо погибли. Среди них трехлетняя девочка. Всем пострадавшим будет оказана поддержка в части жилья. Другим темам штормовое предупреждение сохраняется на востоке Казахстана. Спасатели просят жителей соблюдать максимальную осторожность и ограничить выезды за город. В частности, в новых микрорайонах Усть-Каменогорска шквальным ветром с порывами до 30 метров в секунду сорвало обшивку многоэтажек. Ураган уронил мусорные контейнеры, повредил остановочные павильоны. Сложная обстановка также на пригородных автодорогах. Из-за низкой видимости дождя со снегом перекрыта горная трасса Усть-Каменогорск-Тарган-Самарская. По прогнозам синоптиков, плохая погода на востоке продержится еще как минимум сутки. Штормовое предупреждение объявлено также на 18 апреля. На трассе Усть-Каменогорск-Самар в данный момент сейчас сильный боковой ветер. С дождем со снегом, как сами вы видите. И в связи с этим ухудшается управление транспортным средством. Просим вас воздержаться от дальних поездок на загородные трассы. По последним данным, в столичном аэропорту задерживаются 9 рейсов на прилет и 8 на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Причины метеоусловия и позднее прибытие борту. Сотрудники аэропорта просят пассажиров быть осторожными на дорогах и заранее приезжать. К тому же узнавать статус рейсов в колл-центрах авиакомпании и в справочные аэропорта. Главные улицы столицы к данному часу очистили от снега на 70%. С ночи коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Уборкой снега занимаются более 2000 дорожников. Задействовано более 1000 единиц техники специальной. За три дня из столицы вывезли 5,5 тысяч грузовиков снега. Во избежание аварийных ситуаций специалисты убедительно просят автовладельцев быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию. Напомню, за выходные в столице выпала почти двухмесячная норма осадков. Рекордный уровень снега парализовал движение на дорогах. По прогнозам синоптиков такая погода продержится еще три дня. До конца сегодняшнего дня планируется полностью очистить все магистральные улицы. На завтра у нас запланированы, как бы и сегодня проводятся работы по очистке автобусных остановок. Завтра будем все продолжать работать. И до конца недели мы планируем полностью очистить город от снега. По информации Казавтожола, восстановлено движение на нескольких участках республиканских трасс. В частности, речь идет о дорогах, связывающих столицу с городом Щучинск и селом Коралжин. Также снято ограничение с трассы Астана-Карагандинская область. Напомню, ранее из-за плохой погоды и обильного снегопада были закрыты дороги в четырех областях Казахстана. Другие темы. Суд не отпустил экс-директора нацмузея Арстамбека Мухаммедиулы под домашний арест. Сегодня с таким ходатайством обращался его адвокат. Судья посчитал, что избранная мера пресечения обоснованная. Поскольку подсудимого обвиняют в тяжком преступлении, он может скрыться от правосудия. Также защитнику отказали в проведении предварительного слушания. Судья посчитал, что в нем нет необходимости, а все обстоятельства по делу будут исследованы в ходе главного судебного разбирательства. Напомню, экс-директора нацмузея и еще троих сотрудников обвиняют в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки. После обеда главного фигуранта и других подсудимых все же в суд доставили. Ранее из-за непогоды их подключали онлайн из СИЗО. Процесс продолжается. Прокурор озвучивает обвинение. В Атраусской области осудили руководителя Дома культуры, которая незаконно перевела своему супругу и дочери больше миллиона тенге. Три года назад заведующая Кощагильским сельским домом культуры в Жилойском районе фиктивно приняла на работу своих родных. Они числились в качестве техперсонала, но на работе не появлялись. Зато зарплату исправно получали. Районный суд назначил бывшему руководителю три с половиной года лишения свободы. Однако с учетом того, что у подсудимой имеется несовершеннолетний ребенок, срок отбывания наказания отложили на пять лет. К событиям в мире во Франции планируют обучить специалистов по предупреждению буллинга для каждой школы. Национальная программа запущена два года назад. Помимо этого в стране действует уголовное наказание для школьных агрессоров. Если буллинг привел к попытке суицида жертвы, виновным грозит лишение свободы сроком до 10 лет. А родителям к тому же штраф в 150 тысяч евро. Уголовная ответственность предусмотрена также за причинение физических и психологических травм. Ежегодно 700 тысяч школьников подвергаются травле со стороны сверстников. В стране запущена масштабная программа по предупреждению насилия в школах. Каждому ученику в дневник вклеивают номера доверия. В стране функционируют две горячие линии. Внедряют также специальные программы обучения для школьного персонала и представителей учеников. Буквально несколько дней назад французские власти объявили, что будут переводить агрессоров в другие школы. Хотя раньше в случае выявления буллинга учебное заведение покидало жертва. Мы применяем воспитательные действия в зависимости от серьезности ситуации, включая экстремальные случаи, когда ученик своим повторяющимся поведением создает серьезную угрозу безопасности других учеников. Мы вводим процедуру, позволяющую перевести в другую школу агрессора без согласия его родителей. Это обязательство по обеспечению безопасности учеников. Уровень инфляции в Аргентине достиг 102,5%. Это исторический рекорд. Вместе с этим стремительно растут цены на продукты, медикаменты, услуги и прогнозы еще неутешительные. Экономисты говорят, что в этом году инфляция может вырасти до 110%. Люди едва концы с концами сводят. Сложнее всего приходится пенсионерам. У нас об этом сюжет. 85-летняя Паулина Наджнудель в этот центр досуга со своими подругами приходит несколько раз в неделю. Здесь она не только может отвлечься, играя в настольные игры, но и перекусить. Последняя весьма кстати, поскольку она больше не может себе позволить покупать продукты. Ее пенсии едва хватает на лекарства. Я уже не могу оплачивать жилье. Мне не хватает денег на продукты, но у меня есть двое детей, которые помогают. Грустно, что проработав столько лет, даже во время пандемии я прихожу сюда, чтобы поесть. По официальным данным, более 85% пенсионеров в Аргентине, а это около 6,5 миллионов человек, в среднем получают 265 долларов в месяц. Пожилым людям этой суммы не хватает, даже чтобы покрыть базовые потребности. Зачастую пожилые люди стоят перед выбором – купить продукты или необходимые в их возрасте лекарства. Они не могут позволить себе качественную пищу, потому что, как правило, такие продукты стоят намного дороже. Власти Аргентины пытаются решить проблему увеличением ежемесячных субсидий. С недавних пор пожилым людям выплачивают надбавку с суммой 67 долларов. Но и этого, по словам самих пенсионеров, по-прежнему недостаточно. Цены растут каждую неделю. Я покупаю продукты в супермаркете и вижу, что стоимость продуктов увеличивается примерно на 10% или 15% за неделю. Больше и чаще дорожает сыр и мясо. Инфляция в Аргентине бьет рекорды. Ее уровень достиг 102,5%. По уровню роста цен страна вошла в пятерку лидеров мирового антирейтинга. За чертой бедности находится около половины населения Аргентины. Аселеб Докалыкова, Хабар, 24. Эфир продолжит дневная смена. Мой коллега Каджас Маглов с экспертами вместе обсудит преступность среди несовершеннолетних и безопасность казахстанских школьников.